МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире тематическая программа объективно о спорте в студии Никита Евсеев. О последних спортивных событиях города узнаете далее. Смотрите выпуски. На водно-спасательной станции прошли соревнования любителей зимнего плавания. Во дворце спорта «Дельфин» состоялись игры первенства Свердловской области по баскетболу среди мужских команд. Хоккеисты «Кедра» успешно прошли первую стадию плей-офф. Продолжаются игры первенства города по волейболу среди женских команд. На городском пляже прошло второе открытое первенство Свердловской области по зимнему плаванию. Попробовать свои силы в этом экстремальном виде спорта приехали моржи из семи городов Челябинской, Свердловской и Тюменской областей и даже из Омска. На соревнованиях побывала съемочная группа Новоуральской вещательной компании. В гости к новоуральским любителям поплавать в холодной воде приехали единомышленники из Тюменской, Челябинской областей, а также из многих городов Свердловской области. Мужчины и женщины разные возрастные категории, и в том числе у нас будут и эстафеты. В этом году мы второе проводим, поэтому надеемся, что в дальнейшем будем проводить эти мероприятия. Ну и в том числе на базе Сантория «Зеленый мыс» сейчас в планах у нас провести Кубок Урала по зимнему плаванию. Коллеги из Екатеринбургского клуба «Спарта» накануне соревнований помогли нашим спортсменам удлинить прорубь с 12 до 25 метров. И все, кто подал заявку на участие, смогли проплыть в комфортных условиях. Всего на старт различных дистанций вышли 128 участников, 83 мужчины, 45 представительниц прекрасного пола. Самыми юными оказались 8-летняя Софья Кутыпатова, представляющая «Аквайспорт» город Тюмень, и 9-летний Матвей Романов из Каменск-Уральского. Среди самых опытных пловцов хочется отметить 79-летнего представителя клуба «Белый медведь» Аркадия Тюстина и перешагнувшую 75-летний рубеж Екатерину Баландину из Невьянска. В силу возраста спортсменам предстояло принять участие в заплывах на 25, 50, 100 и 200 метров, а также попробовать свои силы в эстафетах. У вас отличное водохранилище, у вас отличная база. В вашем городе, Свердловской области, одна из них важнейших таких баз, где развито моржевание. Мы, когда ребятам, зная спорта, предложили провести именно у вас, мы с удовольствием определились, что второй чемпионат пройдет именно здесь. Если по пятибалльным системе судить, то я бы поставил, конечно, 4,5 минимума, и то с плюсом. То есть все отлично организовано, мы отлично взаимодействовали при подготовке данных соревнований. Настя порт сделал очень много со своей стороны, огромную работу провел, нам очень нравится, выше всяких похвал. Среди науральских любительниц зимнего плавания на различных дистанциях смогли отличиться Елизавета Белых, Наталья Лемешкина, Любовь Тюрина, Людмила Суворова, Любовь Сергеева, Наталья Таланкина и Людмила Никитина. У представителей сильного пола на пьедестал почета поднялись Роман Данилов, Эдуард Мубаракшин, Алексей Сураев, Валентин Чехомов, Сергей Семянников, Владимир Щекалев и его тезка Семянкин. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, а представители федерации зимнего плавания отметили высокие результаты участников. Ждем вас в следующем году и надеемся, что в Новоральск приедут не только представители нашей страны, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья, а статус соревнований станет международным. Большую, серьезную и кропотливую работу проводит Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области по введению сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне», который возобновляется в России. Действительно, работа была проделана колоссальная. В частности, во всех городских округах утверждены центры тестирования. Подготовлены судьи, которые могут правильно принять результаты нормативов ГТО. У нас в городе всем этим будет заниматься коллектив спортклуба «Кедр». И если в 2015 году сдача комплекса была экспериментальной, то в этом году это уже обязательная процедура для выпускников 10-11 классов. А получение золотого значка даст привилегии при поступлении в ВУЗ. По результатам сдачи ГТО ребята, которые выполняют на первый, на золотой значок, они имеют дополнительные баллы и они зачтутся им при поступлении в высшее учебное заведение при сдаче ИГ. Также на некоторых предприятиях в коллективном договоре включен пункт о примировании сотрудников, активно занимающихся спортом и сдавшим нормативы ГТО. Уже 14 февраля в это воскресенье возле стрелкового тира будет приниматься норматив по бегу на лыжах. Напоминаем и подчеркиваем, что для сдачи ГТО нужно быть физически подготовленным и иметь заключение от участкового врача о состоянии здоровья. Также стоит пройти регистрацию на сайте www.gto.ru и получить свой персональный ID номер. Побеспокоиться обо всем этом стоит заранее. В упорной борьбе прошли игры очередного тура чемпионата города по волейболу среди женских команд. За перипетиями борьбы следил мой коллега Антон Сапогов. В минувшие выходные в зале игровых видов спорта состоялись очередные встречи чемпионата города по волейболу среди женских команд. Наши гости из Невьянска в двух партиях уступили волейболисткам детско-юношеской спортивной школы 2001 года рождения. Во второй игре дня девушки из команды «Некст» не оставили шансов игрокам звезды и победили 2-0. Не очень гостеприимно отнеслись к представительницам Невьянска игроки «Энергия». Они также в двух партиях были сильнее и смогли записать на свой счет сухую победу 2-0. Чемпионат города продолжается. Очередные игры состоятся в выходные дни в зале игровых видов спорта. Следите за нашими анонсами. В чемпионате города среди ветеранов состоялись два матча. В первой игре «Химик» в упорной борьбе сломил сопротивление старта. Счет по сетам 2-1. Во второй игре тура «Мастеровой» не испытал проблем в матче с нашими гостями из Кировграда и взял верх в двух партиях. Игры чемпионата продолжатся в выходные дни на центральном стадионе. Приходите поболеть за своих друзей и родственников. В чемпионате области по хоккей наступило время решающих матчей. 30 января стартовал плей-офф. В четвертьфинале соперником «Кедра» оказались игроки «Святогора» из Красного Уральска. «Кедровцы» уверенно провели гостевую встречу. И дома нашим хоккеистам оставалось просто закрепить успех. Подробности у Евгения Гурина. После победы в гостях со счетом 5-3 над Красноуральским «Святогором» хоккеистам «Кедра» оставалось дома в ответном матче просто показать свою игру и не откладывать выход в следующий круг на третий матч. С первых минут матча было понятно, что наши игроки не будут отсиживаться в обороне и постараются снять вопрос о победителе в первом же отрезке матча. Собственно, так оно и получилось. Четыре раза за первые 20 минут игры хоккеисты «Кедра» огорчили голкипера гостей, оставив свои ворота в неприкосновенности. В перерыве матча мы смогли пообщаться с одним из нападающих нашей команды. Установка тренера была относительно посередине к игре. То есть, несмотря на то, что команда слабая, катание у них, то есть, настрой был положительный. Соперник, вижу, приехал двумя пятерками, все-таки это помогает, это сказывается как на игре? Да, конечно, усталость сказывается. В основном к третьему периоду, то есть, будет видно все. Во втором периоде кедровцы немного сбавили темп и смогли отличиться только дважды. Таким образом 6-0 после 40 минут игры. В третьем отрезке игры на Уральсе решили немного улучшить свою игровую статистику и снова забили ворота Светогора 4 шайбы, пропустив свои только одну. 10-1 такие цифры горели на табло после финальной сирены. В составе «Кедра» особенно хочется отметить Михаила Чурекова, который в отчетном матче забил 2 шайбы и сделал 3 результативные передачи. 5 очков в одном матче – результат более чем достойный. В другой паре четвертьфиналистов «Металлург» из Гуреченска был в двух матчах сильнее команды «Авто 8» из Серова 4-1 и 11-4. Таким образом в полуфинале «Кедр» 13 и 20 февраля сыграет с «Металлургом». Другую пару полуфиналистов составили «Энергия» из Ревтинского и «Огнеборец» из Нижнего Тагила. Желаем удачи нашим парням и приглашаем всех желающих в концертно-спортивный комплекс поддержать любимую команду. В чемпионате области по баскетболу среди мужских команд состоялся очередной тур. Какими успехами смогли похвастаться две наши команды узнаете из следующего сюжета. Во дворце спорта «Дельфин» в рамках чемпионата области по баскетболу среди мужских команд встречались два представителя на Уральской баскетбольной школы, которые представляют наш город на этих соревнованиях. Баскетболисты «Кедр» НТИ сдавали экзамен своим более опытным коллегам из команды «Кедр-1» и даже сумели выиграть первую четверть с минимальным преимуществом 19-18. Вся игра и проходила по похожему сценарию. Молодые баскетболисты немного вырывались вперед, а ветераны из «Кедр-1» не позволяли сделать отрыв особенно заметным. Таким образом, после 40 минут игры на табло горели цифры 80-75 в пользу «Кедр-1». У победителей в составе самым результативным стал Дмитрий Прохоркин – 25 очков. Неплохо смотрелись Алексей Герцик и Виталий Мельников. У них на счету 17 и 12 очков соответственно. У проигравших стоит отметить Михаила Козлова, сумевшего набрать 30 очков. Очередные игры чемпионата области пройдут во дворце спорта «Дельфин» в наступающие выходные. Следите за нашими анонсами и приходите поболеть за науральских баскетболистов. Мы открываем новую рубрику «Этот день в истории спорта». 10 февраля 1996 года начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4-2 победил все-таки Каспаров, но впервые в истории машина сумела выиграть партию у человека. Призовой фонд матча составлял 500 тысяч долларов, из которых 400 тысяч получал победитель, а 100 тысяч долларов проигравший. Матч проводился в конференц-центре Филадельфии и состоял из шести партий. После матча Гарри Каспаров посетил исследовательский центр IBM, где вместе с разработчиками проанализировал на Deep Blue некоторые, заинтересовавшие его ходы из недавнего матча. Это все спортивные новости города. На сегодня на этом я прощаюсь с вами. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. До встречи в следующую среду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова